Друзья и не друзья, добрый день! Сегодня я вам покажу отель, в котором мы провели одну ночь по приезде в Алане. Отель, вот по сути это уже начинается территория отеля. Вот этот веселый парень, классно выглядит с балкона. Отель называется Angelic Downtown и вот так он выглядит. Очень много медведей, дочь отдельно снимет про это шортс и пойдемте я покажу, как оформлен отель внутри. Да, вот эти специально открывающиеся двери, они реально сами открываются. Когда ты входишь в отель. В общем это не отель, это целый полноценный музей. Да, это вот ресепшн. Некоторые люди на ресепшне, кстати, говорят по-русски. Тут у нас прошел завтрак. Отдельно вы его посмотрите чуть позже. Вечером работает камин, от него идет тепло. Лимончики. Лимончики, к сожалению, искусственные. Да, вот здесь территория. Люди кушают, поэтому сильно их отвлекать не будем. Я вам просто в общих планах покажу. Жирафы держат лампу. Короче, очень много различных элементов на территории. И в принципе классная кухня. Мы вчера тут пили коктейли, не ели. Поэтому о самой, так сказать, кухне ничего сказать не могу. Ни хорошего, ни плохого. Но территория очень и очень интересная. Куча каких-то медалей. Печатные машинки тоже тут вызывают восторг у всех. Также можно купить какие-то вот сухофрукты. Тут даже какие-то вещи есть. Старые элементы турецкого быта. А вот это как будто какое-то почтовое отделение. Ящички. Они открываются. И там даже что-то лежит. Тут вот продаются вещи. Можно купить, например, вот эту маечку. И на этажах тоже, в принципе, много различных артефактов, которые, так скажем, разбавляют атмосферу, когда ты идешь, хочется изучить это все. И мне очень нравятся вот такие отели по причине того, что в них не скучно. То есть даже если ты приехал на одну-две ночи, тебе всегда хочется выйти и посмотреть, а что ты еще можешь тут найти. Потому что в стандартных отелях, типа там Хилтона какого-то или Тулипа, у них прелесть в том, что ты знаешь, что ты приедешь, и там будет все так же, как ты ночевал. Ну, такая вот стабильность. А в таких отелях ты никогда не знаешь, что тебя ждет. То ли велосипед над кроватью, то ли еще какая-то вещь. Но видите, отелском 8.2 и букинг, который, кстати, запрещен сейчас на территории Турции. Но, тем не менее, я бронировал через букинг. Отдельно расскажу, как это делать. Оценка очень хорошая. 8.6 для Алании это хорошо. Друзья, сегодня показываю вам отель Angelic Downtown, который находится в Анталии. Отель очень-очень интересный, поэтому захотелось пожить, переночевать одну ночь немножко в других, так сказать, не в классических отелях, а вот в отеле с такой спецификой. Не обращайте внимания, мы вчера поздно заехали, поэтому, так скажем, не стал тут наводить порядок, показываю все, как есть. Значит, смотрите, двухкомнатный отель, двухкомнатный номер, вот такой вот душ. То есть, ничего нету, есть только занавесочка. В принципе, хорошая теплая вода, унитаз и все. То есть, по большому счету, даже не полочек, да, есть крючок. Мне не понравился, честно скажу. Вот. Сама отделка отеля, видно, что тут поработала студия по дизайну. Вот они тут называются. Миссир, Миссир Олю, Миссир Ле Олю. Какая-то студия дизайна, которые, видимо, специализируются на реновациях, на реконструкции, потому что видно, что отель старый, но в нем провели вот такую, такой редизайн. И стало гораздо интереснее. Вот. Дочь, например, была в восторге вот от этой, от этой качельки. И прелесть этого номера конкретно и отеля в том, что, да, два балкона и находится этот отель в 40 метрах от пляжа Клеопатры. Потом я схожу, покажу вам, насколько это близко все с отелем. Насколько близко пляж. Вот. Матрасы. Матрасы. Матрасы не очень понравились. Они такие средней мягкости и нет ощущения, что ты в них прям высыпаешься. Второй недостаток. Стандарт. В стандартном наборе нет одеял. Я попросил одеяла, нам обещали их принести и не принесли. Вот. Вторая комната, видите, точно такая же. Просыпаться и видеть вот так вот, что у тебя велосипед над головой, ну, на любителя. Телевизор мы не включали, поэтому я не знаю, какие каналы. еще все увешано мишками вот этими. Тоже вызывает бурный восторг у моей дочери. Ну, соответственно, если вы приедете сюда с детьми, тоже будет вот так же. Вот такой, друзья, номер. сейчас я вам покажу еще завтрак. И тут есть еще хамам, сауна, то есть какие-то программы, причем такой очень обширный комплекс услуг. В принципе, их тоже можно посетить и они работают на вот такой вот. Я небольшой специалист по этим процедурам, но вот можете посмотреть цены и что в них входит. Вот, ну, туда я уже не пойду, потому что времени нет. Надо ехать обратно в Мерсин. Друзья, показываю вам сегодня завтрак в отеле Анжелик Даунтаун. Ну, начнем вот с этих замечательных. Дочь, что это? Вода какая-то с фруктами, да? С грейпфрутом. Ага, просто вода с какими-то фруктами. Естественно, яйца, сосиски, есть панкейки, что достаточно редко для Турции есть, по-моему, гизлюмы же это, да? Наверное, гизлюмы. Четыре вида сыра, два вида колбаски, немножко зелени, не очень много, помидорки, огурчики. вот это, по-моему, тоже какие-то яйца. А, лимончик и хлеб. Так, дальше идут фрукты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь видов оливок. Это у меня такой спорт посчитать количество оливок. Вот, кстати, смотри, йогурт есть. И много-много разных сладостей. Тахинная халва, халва, и можно сделать мюсли. Так, есть, естественно, кофе, чай. Это хорошо. И, собственно, все. Завтрак достаточно спартанский. Груширус. А теперь сейчас откроются двери. Пам-пам! И двери открылись. Идем на пляж. Идем на пляж Клеопатры. покажу, он близко находится от отеля. Красивая улица. Аладдин отель. Да, люди реально в шортах ходят. Ну, а что? Февраль же. закрыть аналит на пляж. Ну, хорошо, давайте там пройдем. Пойдемте. медведи Медведей очень много. Собственно, вот, и ты на пляже нужно просто перейти за дорогу. Вот как он хорошо расположен. Да? февраль Вот такой февраль. В Аланье. В Аланье.